всем привет вот я немного обработал ну конечно тут он немного я поторопился с этим как его когда резаком очищал и канавку бороздку сделал но что хочу сказать это упорно конечно но вот такую у такой брусочек да и вот с таким способом только в ту сторону да в ту сторону когда делаете он как бы заточку получает и конечно шкурка такая что нулевая почти 1 ничка там и нулевая но и вот она в принципе затирает дает что хочу сказать но можно можно уже вырезать пожалуйста уже чистенько режет еще надо конечно обрабатывать я говорю посмотрел да допустим видно где-то пробел и в том месте надо конечно я пробил тут увидел вот это нулю нулевая шкурка как бы и в то место пока этот пробел не исчезнет как бы рельсы да это останется такое острые гладкие как ну к свету подошел посмотрел о видно ну часу с этой стороны даже видно вот с этой стороны есть тут надо будет конечно еще доработать и принципе он уже вообще отлично получается но резачок вообще тысяч можно делать все что здорово режет так что вот и стамеску взял но я впереди а там увидите как я эту стамеску по принципу что не торопиться надо а можно все сделать я конечно поторопился тут собрал стал небрежно конечно обработал всегда вперед спешишь хочется быстро быстро сделать или понял что торопиться вот не надо а надо просто проще как бы быть и в этой информации надо терпеливее относиться к этому делу так просто но как вы увидите там как я делаю и стамески полукруглые ну и что в принципе у меня стамески то есть а тут старая стамеска нашлась и вот пожалуйста можно делать резать еще немного доработаю но я на этом наверно в обиде вам это показал что вот и стамески можно сделать так что у кого стамеска старая завалялась старые старые стамески самые надежные из них можно сделать полукруглые одну стамеску если даже ну можно и купить даже на тот случай купить стамеску а сделать из но сейчас я не знаю какой металла вот старые стамески это металл надежный из них это можно делать так что вот и пожалуйста если его старые стамески есть то можете делать полукруглые там урок смотрите и все понятно я показываю как я это делаю но всем пока то есть не пока смотрите видео и смотрите старайтесь видеть это с начала и до конца в первый раз когда вы смотрите постарайтесь посмотреть все видео потому что там есть местами порядок информации полезной и если вы посмотрите там и черпнете полезную информацию я всегда смотрю первое когда видео смотрю я смотрю его сначала и до конца а потом уже выбираю полезную информацию из этого но в первый раз надо они а если вы так отрывками смотрите то не попадаете на ту полезную информацию она пролетает мимо можно и мимо вас пролетает эта информация первый когда рассмотрите всегда смотрите от начала и до конца если заинтересовал вас конечно не напрягает это информация но вы тыкнули туда ой да ну что-то не то что-то там он на одно это крутит на а вы посмотрите дальше там еще полезная информация я почему и говорю что не мекканем тыканье посмотреть и потом уже будет полезно и знание в этой игре то есть просто стамеску взял как можно стамеску обработать как можно ложбинку сделать каким материалом лучше то есть оттуда посмотрел там видео посмотрел или общее подчерпнул и что есть у тебя под рукой темы то есть сделал но давайте смотрите видео и черпайте полезный формат хочу стамеску сделать под полукруглую стамеску сейчас я вот этим резаком зачищу закругли здесь и вам покажу сам результат а потом уже можно на станке обработать но сейчас черновую работу хочу этим резачком почистить почищу и сделаю и покажу вам результат стамеску хочу под полукруглую а вот стамеску я закрепил ну и сейчас немного нею вот это переставляю сейчас переставлю но покажу вам результат потом даже малиночка надо чуть-чуть по другому закрепление вот тут конечно закрепляю чтобы не водил и поехали вот так периодически снимаем вот здесь срез еще я срез конечно еще сделаю как бы сравняю потом уже когда закругли и уже потом уже определенно буду знать сначала сделала полукруглую а потом уже срежу ее ровненько а сейчас ямку здесь ложбинку надо сделать но обрезанным тоже удобно сделать ложбинку так закрепляемся можно чуть даже наклон маленько сделать чтобы удобнее было ну и поехали а а и а и и и и Вода начинает постепенно преобразовываться, постепенно-постепенно мы ее утопим. Она не сильно будет полукруглая, стамеска. Можно поглубже сравняться, но я ее не сильно хочу, чтобы можно было цеплять не сильно глубокую впадину. Нашел еще пошире, тот потоньше у меня, которому сейчас я обделывал. Нашел пошире, сейчас поставлю широкий, обработаю и покажу вам процесс. Вновь включаю... ... 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 Ну, желаемые, конечно, когда их, желания какие-то, может быть. Ну вот, обрабатывать быстрее. Попробуем. Ну, сейчас вот, немного тут еще. А потом уже, конечно, нормально нажать. Ну, самое основное, черное, чтобы нажать не раскрашивать, допустим. Вот, пожалуйста. Обдир очень, как его кругом, убрали лишнее. Удобно и быстро. Поэтому советую, такой способ можно применять. Для стамесок, старые стамески найти, старые стамески использовать. Для полукруглого металл хороший, правильно. Только закруглить и, конечно, охлаждать. Не пережигать, конечно, сильно. Так потихоньку, не торопясь, и добиться цели своей. Ну, продолжаем. Ее. Продолжение следует... Продолжение следует... Продолжение следует... Можно ее даже чуть-чуть укоротить или меньше... Но тут надо немного... Но это уже можно на станке дорабатывать... Главное, что черновую работу сделали... А теперь уже до конца убрать лишнее... А это так себе, чтобы черновую работу тяжелую убрать... Вот сейчас... Вот, можно что сделать... Быстро и удобно... Ну, смотрите, вот... Обточил, да... Ну, все... Теперь надо будет на станке... Там уже доводить... И заточку делать... Ну, так вот... Но намного легче... Конечно, надо... Обрезным... Намного быстрее... И лучше это делать... Так что... Советую... Попробуйте... Это будет намного лучше... Это будет вам намного лучше... Советую... Обрезным лучше... Быстрее... Конечно, пошире надо только... Убрать этот... Самый... Круг... И... Легче... Обрабатывать... И быстро он обрабатывает... Намного быстрее... Я взял стамесочку... Да... Вот как мы уже продолжаем... Да... Поставил... Круг... Теперь... Хочу... Снять... Лишнюю... Эту иглу... Воду поставил... Тetera... Водопłęж... Тресля... у 대해... Хочу... 15... Хочу... Не... Воду поставиля... Попливо... Водоп shortened... Поставил... ну тут надо конечно не торопясь делать так чтобы получалось ну конечно нужно не торопиться можно немножко здесь закруглиться между прочим резачком легко легче снимается я сейчас обработаю потом покажу вам уже как я это сделал чтобы вы наглядно видели вот толщина примерно эту толщину ну примерно надо увеличить в три раза чтобы наклоны резца были приблизительно хотя бы так ну если так смотреть то наверное вот эта часть на три раза три раза часть и где-то вот здесь приблизительно такая не математика точная конечно но приблизительно хотя бы надо так ориентироваться угол а в точке приблизительно ну давайте сейчас сделаем вот так как бы подняли поликолюбом его все равно доводить надо будет уже в домашних условиях Это как без заготовки сейчас Ну и потихоньку осторожненько и как бы не торопясь Угол Делайте Ну уже преобразовывается Ну вот я сейчас доделаю и потом еще покажу вам результат Ну вот я обточил Прорезал Обточил я Толщина как бы тут надо доводить Это значит надо брать какой-то полукруглый брусочек Ну у меня шкурку я с собой не взял В домашних условиях буду делать И вот так вот путем вот так вот делать Ставить на упираться на чем-то И вот так вот буду обтачивать В домашних условиях обтачивать Только так внутреннюю часть Чтобы гладкая была и ровная и скользкая Но там шкурки по минимуму Эти Ножащая бумага будет меняться То крупный сначала обработать Потом уже это Ну это в домашних условиях Сейчас уже у меня нету с собой бумаги Я бы здесь могу поделать Ну все Заготовку вот я и сделал Это на станке обработал грубо Сейчас в домашних условиях доработаем И будет уже Вот и стамесочки можно сделать А брезным удобней Ямоложбинку эту делать В принципе она получилась нормальная Ложбинка получилась нормальная Длинная Так что хватит это надолго резать Так что вот пожалуйста Такой полукруглый резачок Сравняться вот это часто так Блестящие дела Что-то в одной Полая получилась Все эти там Всякие Ямки, бувры Хотя бы на рабочем месте Убрать Чтобы Мне как бы не мешали Вхаждаем Крюк новый, удобно конечно Режим ЗВОНОЧК ВЫС Режим ЗВОНОЧК Режим Режим Уж Ну вот, почти. Постужаем. Ну это уже внутри, я говорю, трубы, ну там, чем-то таким, полукруглым. Упс. Вот сейчас заострелишься. Ну и все, достаточно, по-моему, больше ничего не надо, а то теперь она будет правило головинка, но удобно ей. Так, вот так вот мы затачиваем ее, не торопясь потихонечку. Потом что надо для этого, как я говорил, для этого найти какой-то предмет нужно, да, ну приблизительно для этого, да, что я сделал, может попробовать, так вот, допустим, это мы обвернем ее вот так вот, да. Ну и сейчас этот, это я для круга, это я для круга вырезал. Срежем его, и эту часть можно так вот ее даже, можно даже ее вот так вот держать неудобно, конечно, нет, вот так вот сделаем лучше, и начнем внутри затачку. Вот это, конечно, процесс долгий, я его не буду вам все показывать, я только показываю, что вот находите какой-то предмет для этого подходящий, ну, там, вот я-то жалую трубу, выгарю с огородом, пришел там, когда резал, ну, в принципе, диаметр одинаковый, только что вот эта вот часть вот, но она, в общем, как удобно для вас, посмотрите, какой можно, вот так ложите на какой-то металл, да, и начинаете его вперед сюда, вот так вот, вперед-назад не делайте, а только вперед, 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 вперед вот так вот, ой, хорошо, легко, очень, вот сейчас, я только вот сейчас, вот, по-моему, самый лучший вариант, который сейчас я нашел, и уже, уже, могу сказать, да, уже, уже начинает поддаваться резьбе, о, уже начинает резать, ну, конечно, грубо, но это я еще не обтачивал, ничего не делал, так что вот, не вот так вот тереть, а уже, когда острое, уже ближе к острому идет, да, желательно потом уже вам только вперед ее, эту, круг наждачную, ну, наждачную вот эту, которую вы сделали, кругленькую вот, под какую-то деталь там, да, и вот только вперед его и оттачиваете, где, какие углы там смотрите, ну, время, конечно, затрачивается, это, это же ручная работа, но вы, я еще раз говорю, определенно понимаете, осознаете, что вы делаете. так, не торопясь, вот главное не торопиться, когда спешите, много ошибок делаете, заусенец можно так еще снять, много заусенец, и даже сейчас попробовать, она уже, вот видите, уже, уже заусенец я снял, уже, ну, еще, конечно, это только грубое, на грубое это только еще грубое, но я еще обработаю сейчас, ну, вот такой способ, вперед, только вперед, вот так вот делаете, не назад, не надо возвращать, вот так вот, не надо, а только вперед, вот так намного будет и эффективнее, даже, очень, по-моему, получается, что и точит удобнее, стоя, стоя встаете, не сидя, а стоя, стоя удобно, и оттачиваете, и смотрим, ну, конечно, смотрите, не из-за этого, не перетрудитесь, как говорится, сильно, потому что, потом можно уже мелкую, тоже назад, назад, вот так вот получается, и вот уже, уже, уже начинает действие свое, получается так постепенно, постепенно все это убирается, но я еще говорю, самая вот эта рабочая часть, чтобы вот эта была рабочая часть у вас чистой, гладкой, вы ее расшлифуете, чтобы она у вас блестела, да пускай даже будет там чуть-чуть ямочка, это не страшно, но главное, чтобы она была у вас, как сказать, чтобы она у вас была гладкой и блестящей, главное, чтобы скользила у вас это, так что вот эту рабочую часть обязательно, вот эту я заполирую, сделаю, а меня это уже как-то, это, я не буду здесь стараться, главное, вот эту часть, вот эту рабочую часть я сделаю, и мне это будет вполне нормально, чтобы заниматься резьбой стамеской, стамесочку, значит, мы сегодня будем просматривать, да, ну что я для этого, вот я, допустим, взял вот такую вот металлическую брусу, ну, может трубку, любую там трубку по диаметру и наждачную бумагу, и теперь мы смотрим, да, вот где тут, как более-более, как пузырчатые, вот так пальцем ведете, да, о, пузырчатые здесь, да, вот допустим, значит, надо тут сделать канавку, выровнять, как бы ее, ну, диаметр тоже меняете по-разному, вот у меня, если я своими-то глазами, как бы, увижу, допустим, какие-то ошибки сделанные, да, у меня там видео я показывал, у меня там видео, в общем, это, плохо я не рассчитал, стол показываю, а угол тут совсем мало, поэтому сейчас, как бы, я перезаписываю уже, ну, уже работу вот сделал, какие способы я делал, да, можно вот так вот тереть, да, но это когда у вас, допустим, вот, у меня-то уже она ближе к заготовку, уже, как бы, ближе к конечному результату идет, поэтому вот так тереть, это не получается, да, когда у вас еще только заготовка утолщенная здесь какая-то, да, есть вот утолщенная здесь, да, тогда это можно вот так тереть, конечно, а когда уже близится к завершению, то вы должны что делать, потому что если вы начнете вот так вот тереть, да, у вас будет ямки ложбинка проявляться, вот у меня даже здесь ложбинка проявилась, потому что я именно вот так вот, я заметил, а значит, что нужно делать, нужно уже к конечному результату, если вы видите, где-то у вас недоработки, то вот таким способом вперед, только вперед делаете, так, вперед, 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 назад, вот так вот тереть не надо, это когда у вас заготовка, я еще раз объясняю, когда заготовка только утолщенная, у вас здесь заготовка, еще тогда это можно вот так вот, чтобы равномерность, как бы, чтобы вам не тратить вот так вот, в одну сторону, а равномерно так тереть, это нормально, а когда уже к конечному результату, конечно, вам приходится это делать только вперед, чтобы у вас резис не портился, и вот сейчас, ну, я говорю, я вот сейчас подвожу уже как бы к конечному результату, наждачная бумага, ну, вот так вот примерно эту ложбинку, которую мы сделали, примерно я вот ее сейчас как бы выравниваю, смотрю заусенец, острота, конечно, это еще, ну, по этим, как бы, как бы поперечная, она же с трудом, поперечная еще не получается, но вдоль-то, конечно, она легко поддается, поэтому начинаем уже доводить до ума, но тут еще надо, конечно, поменять, я делал, делал, конечно, грубый сейчас, вот сейчас, а теперь я беру уже более тоненькую заготовку, да, ну, сейчас вот эту, там еще тоньше, это такая более-менее, сейчас я вот ее еще и поиспользую, вот так вот беру ее, нарезал по этой, по брусочку, и вот теперь вот, как бы, довожу это до, ну, тут мне тут надо было, и уже она, конечно, это же мелкая, она уже затирает ту грубую, и уже заточка уже другая получается, а все от мелочей, конечно, любая мелочь, она имеет, конечно, ну, повдоль-то, конечно, поперечная, но это сейчас я только начинаю, сейчас я вот хочу сказать, рукой начинаешь водить, да, вот видишь, здесь утолщение, значит, вот здесь надо и как бы прорабатывать, и нужно еще, конечно, брусочек искать, какой подходящий, чтобы у вас, нет, обратно не надо, чтобы у вас получалось, как бы, убирать те места, которые вам нужно убрать, чтобы у вас получилось, она объемная и острая, конечно, вот здесь у меня уже, здесь, видите, уже как бы ложбинка, ну, я так оставлю, я сейчас не буду затираться, я сначала хочу все-таки, как, уже попробовать порезать, желание так, скорее, ускоренное, сейчас я заточу и потом вам покажу уже сам результат, ну, вот я вам показал, уже конечным, как надо сделать, только вперед, конечным завершением нужно вперед, вот так вот мы делаем заточку, у нас вот эти все дефекты мы, конечно, на это тратится время, без этого никак не поработаешь, не получишь, так, вот так получается, ну, вот из-за усенец теперь, конечно, можно теперь заменить еще на более тоненькую шкурку, это уже как полировательная, полировка получается, да, можно еще прополировать, сейчас уже конечные, как бы, такую внутреннюю, она уже полировка идет, если, конечно, вылочные круги, вот на вылочном кругах можно, вот этот полировать, я достать хочу, мне надо сейчас вылочный круг, у меня маленький дурн, он уже стерся, я теперь, там заготовка маленькая всего лишь, не надо искать вылочный круг для этого, чтобы полировать все свои инструменты, чтобы они были, но уже намного легче поддается, уже даже режется уже, но это повдоль, поперечнее еще рано это скребет, так что еще надо это дело зарабатывать, вот я так буду делать, продолжать, так что покажу, потом сам результат уже, доводить уже, конечно, на кожу, по по стогу им обмазываете, по стогу им помазали и начинаете, по стогу им обмазали, вот так вот, ну там другие, кроме по стогу, еще много всяких приспособлений, так что на этом не можете не заморачиваться, но лишь бы, чтобы у вас кожей вы делали там для себя какие-то, ну, в общем, короче, по стогу им обмазали и начинаете натирать, можно под углом кожу, если у вас там кожа она, ну, в общем, можете вот так вот еще подтачивать, можно с этой стороны, вот так полукругом, да, можно с этой стороны полукругом, потом вот так вот, потом можно с этой стороны вот так, но не вперед, а именно, чтобы у вас она на себя уходила, чтобы это заточка была, если так будете тирать, то будете сбивать, ну и, конечно, потом уже смотрите, вот уже у вас резьба уже, ну, это дело такое, знаете, это смотреть, наблюдать, шероховатость где-то появляется, значит, не доработка, значит, надо там дорабатывать, чтобы у вас площадка была острой, а если, как я говорил, как бы, получается, что проблески такие, да, ну, рельсы можно, это как рельсами, я что-то рельсами решил назвать, то, значит, там надо дорабатывать, полукруглые, конечно, очень сложно делать, вот и резец, плоские резцы, с ними легче нам надо, с полукруглыми это надо приноравливаться, чтобы достичь какой-то такой уже, вот второе уже, как бы, у меня вторую стамеску я уже буду делать, если под это, то уже, конечно, будет уже с пониманием, потому что все, сейчас я вижу, какие ошибки есть и как эти ошибки можно исправлять, второе уже для меня будет уже намного легче, старая стамеску, когда второй я буду делать, я уже, конечно, легче буду, ну, вот так, в общем, дорабатывайте на коже, можно волочным каким-то коже, можно вот такой, тоже волочный я нашел кусочек, можно вот так вот, только вперед заточку еду, чтобы не притуплять, ну, вот так вот способ, вот такой способ есть, так что приноравливаться можно и уже потом можно, ну, что хочу сказать, поперечник, конечно, сейчас она еще не до конца не обработала, но я на этом, как бы, закруглюсь и больше, вот, смотрите, ну, вообще здорово режется, где-то вот, еще надо, конечно, доработку делать, ну, что хочу сказать, на это тратить много времени надо, конечно, затрачивается много времени, это вот, это у меня сосна, поэтому заготовка, наверное, вот так вот расщепляется, ну, у самецка все-таки какие-то ямки, ложбинки удобнее, это вот в основном площадку очищать от лишнего, да, углубление быстро делать можно, ложки там лишним еще, так что на коже, к окну, я вот к окну подошел, раз посмотрел, да, где-то, если есть там какая-то вот эта, ну, как рельса, да, получается, раз проверяется, поэтому ее дорабатывать или шкуркой дорабатывать, конечно, тут разные шкурки должны быть лучше у вас в какую-то металлическую какую-то заворачиваете, да, и начинаете обрабатывать, уже сюда не надо, когда, как уже говорю, когда конечный уже это, лучше все сделать вперед, чтобы не притуплять вам резец, потому что вы должны же, чтобы он был острый у вас как бритвы, правильно, чтобы скользил он у вас, поэтому теперь заточка вся на себя идет, ну, резец там, ну, так, чтобы, вот если вы как понимаете, что вот это все на себя, не вперед, никоим не надо заточить, это полировать, да, то есть вы теперь после как бы заточку металла уже доводите ее, да, и вот на себя приобретает уже вид, конечно, ну, а здесь полировать тоже надо, ну, внутри каким-то таким резачком подыскивать. Ну, вот так вот можно уже вырезать полукруглость, еще маленько заработать, маленечко, ну, и, в принципе, уже можно, можно уже резать полукруглые какие-то предметы, ну, пожалуйста, быстренько так можно как-то делать, полукруглые, так что заточкой к этой относиться надо очень внимательно, чтобы было надежно и хорошо. Для стамески, чтобы стамеску сохранить у вас, да, вам нужно как бы чехол, да, на него, да, нужно, а как сделать, да, вот проще простого, не надо вам там вырезать специально, а что-то такое делать там, искать, а вот, пожалуйста, глянцевую, газета в глянец сначала, да, закладки или как, начальные листа, у меня тут, у нас информполюс, а, даже две, ну, один, вот два листа хватит, пожалуйста, глянцевой бумаги, ее мы используем для ножен, да, для защиты нашего инструмента, ножны, можно сказать, да, получается. что-то делается, ну, меряем примерно, как будет выглядеть у вас, да, можете чуть-чуть еще пошире сделать, по длине, по длине, по длине, расширить ее, и начинаем, вот это ровное место выбираем, и поехали закручивать его. Закручиваем, накручиваем вот таким способом, ровненько стараемся накрутить, накрутить, так, смотрим, изначально самый, где самое там широкое место этих ножен будет, там будет у нас их, вот так делаем, да, и отодвинулся, не видите, и все, вот сейчас мы так эту бумагу эту подгоним, и скотчем, ну, вот, как и показываем, да, я тут немного прервался чуть-чуть, скотчем наматываете на все это, да, и вот здесь еще, обязательно, в конце, да, ну, перегоним, и сюда еще можно, и здесь как бы вы ее ставите, чтобы она не выдвигалась у вас, и все, пожалуйста, вот так вот сделали, все, вот, пожалуйста, у вас есть ножны, вот защищенные, теперь у вас только так делать, чтобы можно было сюда обратно, сюда, ну, вот, пожалуйста, удобно и быстро, пожалуйста, защищенные у вас можете в общей сумме, в общий инструмент ложить, и так же все, я почти все так делаю, потому что быстро и эффективно,